Итак, уважаемые зрители, мы с вами в студии программы подробностей. Сегодня у нас здесь сразу два гостя. Вы их знаете, но тем не менее, в силу, так сказать, обязанностей хозяина, я их представлю. Итак, у нас Александр Николаевич Шерин, наш новоиспеченный депутат Государственной Думы, и Денис Никитин, лидер регионального отделения ЛДПР, координатор. Денис, наверное, давайте, знаете, я не Александр Николаевич сразу поздравлю, а вас, потому что ЛДПР, наше рязанское отделение, обзавелось собственным депутатом Государственной Думы, что впервые у нас с вами. Ну, а вас, Александр Николаевич, позвольте, так сказать, в эфире пожать руку. Да, здесь должны быть фото вспышки. Спасибо. Да, ну уж сегодня так обойдемся. Итак, вас поздравим, потому что действительно, давайте уж, Денис, с вашего позволения, как руководителя, вы же руководитель Александра Николаевича практически, начнем с нашего депутата Госдумы. Ну, потому что я знаю, Александр Николаевич, вы буквально, ну, нежданно-негадно так стало известно, что вы вот вдруг такой статус приобрели. Как это было? Как это бывает с людьми, расскажите? Ну, у нас в партии ЛДПР есть такая практика, когда люди выходят из состава Государственной Думы и занимают другие посты, идут на повышение, на госслужбы, в исполнительную власть. Так же произошло и в случае с депутатом Балберовым. Он освободил мандат депутата Государственной Думы, фракции ЛДПР, и так как в его региональной группе не было больше депутатов, кандидатов в депутаты, которым этот мандат мог бы перейти, так как они были, ну, исключены из списка еще за долго до того, как, перед партией встал вопрос о том, что могут передать освободившийся вакантный мандат в любую региональную группу первому, кто стоит по списку. И мне было очень приятно, что, ну, мы продолжаем работать, я не возглавляю больше года Рязанский региональный отделение ЛДПР, продолжаю работать в качестве депутата Рязанской областной думы, возглавляю фракцию ЛДПР в Рязанской областной думе до недавнего времени. Те коллеги-депутаты, которые помнят и знают, что я проработал в статусе координатора практически 13 лет, вот, внесли мою кандидатуру на Высший Совет. Мне очень приятно было, что это была действительно для меня неожиданность, и меня пригласили на Высший Совет буквально в прошлый четверг. Были еще кандидатуры, которые предполагались, нас заслушали, наши доводы, как мы видим свою работу в стенах Государственной думы. Ну, учли все за и против, Лебедев Игорь Владимирович непосредственно мою кандидатуру поддержал, вот, Афанасьева Елена Владимировна, тоже член Высшего Совета, которая ушла сегодня работать вот в Совет Федерации в настоящий момент, тоже поддержала мою кандидатуру. Депутат Государственной думы Курдюмов, ну, и ряд других депутатов Государственной думы, которые входят в состав Высшего Совета ЛДПР, вот, поддержали мою кандидатуру. Высший Совет проголосовал, большинством голосов приняли решение, что именно мою кандидатуру предложить. То есть у нас внутри партии этот вопрос был очень прозрачный, очень конкурентоспособный, и здесь, конечно же, остается два года до завершения созыва в Государственной думе. Необходимо отработать, поставить перед собой задачи определенные, и такие задачи передо мной были поставлены председателем партии, Владимиром Вольфовичем Жириновским. Но до того момента, пока ЦИК не принял решение, я не мог, как бы, однозначно быть уверенным в том, что это все-таки состоится. Поэтому все формальности были соблюдены, было написано заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Рязанской областной думы, направлено в Центральную избирательную комиссию, и буквально вот в 11 часов, значит, вчера состоялось заседание Центральной избирательной комиссии в режиме онлайн. Все проголосовали, нам вручили временное удостоверение. Я поблагодарил, в первую очередь и сейчас хочу повторить, избирателей, которые голосовали за партию ЛДПР во всей Российской Федерации, в Рязанской области в частности. Я хочу поблагодарить руководство партии, ЛДПР, региональное отделение за поддержку. И хотелось сказать, что очень приятно, я всегда задавался вопросом, почему не получается нам получить собственного депутата в Рязанской области в Госдуме. Не получалось. Да, не получалось. С 93-го года, сколько участвовало людей. И сам я делал три попытки. В 2003 году я участвовал в выборах в Государственном доме, в 2007-м, в 2011-м. Это долгий путь, и тем ценнее тот мандат, который достался. Я приложу максимум усилий для того, чтобы авторитет ЛДПР в Рязанской области повышался, чтобы мы работали на укрепление целостности и стабильности нашего государства, Российской Федерации. Естественно, буду в первую очередь выполнять те поручения, которые мне будут давать наказы избирателей. Ну и, соответственно, партия, то есть кредит доверия надо отрабатывать, потому что могли мандат, еще раз повторюсь, передать любому. Получилось, что вам и мы... Поэтому буду пахать, пахать, как раб на галерах. Ну, то, что вы умеете работать, это мы знаем, слава богу. Александр Николаевич, еще один вопрос. Сейчас вот чем вы намерены сейчас заняться? Ну, понятно, что будут, наверное, даны какие-то векторы, какие-то направления, да, но чем вам, например, хотелось бы там заниматься, куда предложить усилиться? Ну, вот в отличие от Рязанской областной думы, где депутат может быть членом двух комитетов, в Государственной думе можно быть членом только одного комитета. Естественно, мы стараемся охватить все комитеты в Рязанской, в Государственной думе. И надо рекомендации Высшего Совета услышать, в каком, на взгляд, руководство партии комитете нам не хватает, значит, человека или депутата. Есть комитеты, в которых два депутата, есть комитеты, возможно, в которых ни одного. Вот эти. А так сам, конечно, хотелось бы работать и в комитетах, которые социальной направленности, в комитетах, которые аграрного сектора, потому что я смотрю по Рязанской области. Какие вопросы на сегодняшний момент наиболее важны для Рязанской области, в этом бы комитете хотелось бы. Александр Николаевич, ну еще раз Вас поздравим. Ну теперь вот будем слушать Дениса, как координатор регионального отделения. Денис, ну Вас тоже я поздравляю, так сказать, с Александром Николаевичем. Поздравляю, при Вашем координаторстве области и ЛДПР область получила своего депутата в Государственной Думе. Это тоже хороший знак и для Вас тоже. Но у Вас теперь забота прибавилась, то есть как-то изменилось, наверное, само, немного изменилось, а может быть и сильно направление деятельности регионального отделения партии в связи с избранием Александра Николаевича. Как сейчас вот начнется работа? Ну безусловно, избрание Александра Николаевича депутатом Государственной Думы значительно усилило наши позиции как в регионе в целом, как в стране. И наше региональное отделение будет прикладывать все силы, чтобы оправдать тот кредит доверия, безусловно, который был высшим руководством партии выдан, так сказать. Поэтому все те социальные проекты, все те проекты, о которых я говорил до этого, они, безусловно, остаются, продолжают работать. Получит, наверное, и дополнительную поддержку, уж извините, что я передиваю, потому что на самом деле это сильная позиция такая у Вас. Да, безусловно. И хотел бы сказать о том, что те законодательные инициативы, которые мы хотели вносить в областной думе, в том числе, я думаю, что теперь с помощью Александра Николаевича, с помощью нашего депутата Государственной Думы мы попробуем внести на федеральном уровне, и от этого будет только позитивно, потому что очень много хороших, интересных мыслей по этому поводу и у Александра Николаевича, и наш, так сказать, электорат, который постоянно к нам обращается, тоже предлагает определенные изменения в законодательство. Поэтому я думаю, что мы в этом плане только выиграли. Так, ну и сейчас у нас ситуация такова, что, значит, поскольку Александр Николаевич Шерин у нас теперь в Государственной Думе займет кресло, кто будет занимать его кресло в областной думе? То есть здесь какой механизм? Ведь здесь тоже будет замещение какое-то, так ли? Да, безусловно. На данный момент с изменением областного закона мы имеем право к Координационным Советам предложить кандидатуру к Высшему Совету и по согласованию с руководящим органом партии, основным с Высшим Советом, уже перенаправить тот освободившийся депутатский мандат областной думы тому зарегистрированному кандидату, который был в 2010 году, баллотировался на выборах в Рязанскую областную думу. На данный момент пока данной информации нет, мы сейчас детально прорабатываем все возможные варианты, и как только у нас появится какая-то определенная информация по этому поводу, вы сразу же об этом узнаете. Еще раз вас поздравляю, еще раз вам всем спасибо, всегда ждем в нашей студии. Спасибо. Ваша телекомпания приносит удачу. Будет ходить к вам все время. Да. Спасибо вам. Я напомню нашим зрителям, вы смотрели информационную программу телекомпании «Город. Подробности». Всего доброго.